Привет всем зрителям канала Моя Собака и всем, кто смотрит это видео. Меня зовут Аня, я хозяйка Чухуахуа Софи и Эйвона. Сегодня мы хотим развеять миф о том, что маленькие собаки глупые, злые и их невозможно дрессировать. Для тех, кто не знает, Чухуахуа Софи это первая говорящая собака-видеоблогер. У нее, как у настоящего блогера, есть популярный канал на YouTube. Это мой видеоблог. Полезные советы для собак и двуногих. Видео из нашей жизни, шоу и юмор, путешествия. Все, что нужно для полного счастья. Этим каналом она доказывает, что маленькие собаки совершенно умные и их можно с ними заниматься и воспитывать. Поэтому тема сегодняшнего выпуска Моя Собака-видеоблогер. Нам снимают. Верхний готов. Левая камера. Левая готова. Правая камера. Есть. Все, она работает. Все. Три, два, один, поехали. Мотор! Первая говорящая Чухуахуа Софи. Моя собака. Моя собака. Вообще я не кинолог. Эйвен и Софи мои первые собаки. Благо в нашей семье есть люди с большим опытом, которые могут объяснить что-то, показать. И к ним можно всегда обратиться и что-то узнать и спросить, если чего-то не понимаешь. А так я просто девушка, которая любит своих собак и любит снимать видео. С самого рождения Софи была такая милая, сообразительная, что ее хотелось снимать и снимать. Я создала группу ВКонтакте и стала просто выкладывать туда ее фотографии. Ну, конечно же, я снимала какие-то хоум-видео. Ну и в какой-то момент, это произошло совершенно случайно, захотелось, чтобы Софи заговорила. Да, я люблю смотки. Так, в принципе, началась история ее видеоблога. И нам захотелось дальше снимать и снимать. Но вот тут нужно отметить, что ничего придумано не было. То есть, то, какая Софи в видео, это и есть ее характер полностью переданный. Ничего не придумано. Мне кажется, или этот кролик шевелит лапой. Ты это видишь? На самом деле, Эйвен был первее, чем Софи. Он был первой собакой. Его подарили нам очень близкие люди. А потом уже, когда в этой же семье родилась Софи, уже было невозможно отказаться от еще одного мраморного ребеночка. И она стала нам таким очень большим подарком. Это мраморный окрас. И он очень распространен в США, потому что, например, родители Эйвена и Софи, они из Соединенных Штатов Америки привезены. Но в России, к сожалению, в РКФ этот заказ запрещен. Но вскоре другой кинологической российской организации он разрешен. Но я думаю, именно по этой причине он все-таки не очень распространен в России. На момент съемки этого видео Софи уже три месяца. Тьфу. Три года и восемь месяцев. А Эйвену четыре с половиной года почти. Поскольку Софи знает команд. На самом деле, про команды говорить вот так вот очень сложно. Почему? Потому что у нас это не отношение хозяин-исполнитель. Это скорее для жизни. Это отношение, такие, контакт, диалог друг с другом. То есть мы не учим каких-то типичных команд. В основном это все для жизни, для совместного, комфортного такого существования. Но вот так вот, если взять, то общепринятых прям команд у нас нет. Таких как Место, Фу, Нельзя. В основном это общение такое, как с людьми. Иди сюда. Иди к себе. Нет. Позор. Заходите. Софи, иди сюда. Графика занятий тоже определенного у нас нет. То есть нет такого, что мы занимаемся там с утра или вечером в определенное количество времени. Нет. Во-первых, это происходит все постепенно в жизни. Все эти команды повторяются и используются. Плюс, если у нас есть свободное время, то есть, например, мы идем гулять. Мы тут же можем повторять команду «Ждать», команду «Дорога», «Рядом». Идем, идем. Стоп. Ждать. Ждать. По поводу команды «Дорога» я считаю, что это очень важная команда для собаки, потому что дороги – это всегда опасность. И собака должна уметь останавливаться перед любой дорогой, уметь ждать, быть послушной. В идеале она должна понимать, что переходить дорогу одной ей нельзя. А я только с хозяином. Ну, конечно же, я считаю, что разучивание каких-то новых команд – это развивает собаку, налаживает с ней контакт, поэтому мы порой какие-то вещи учим, ну, действительно, не для жизни. Просто какие-то трюки или что-то такое. Ай, ай, молодец! Я убеждена, на самом деле, искренне, что если с собакой находится контакт, если вы с ней в контакте, если вы ее понимаете, и она понимает вас, то добиться можно очень много. Я радую. Вот радую. Ну, немного про характер. На самом деле София, она очень сообразительная, она шутливая, и она любит заниматься, но недаром она оторва, потому что иногда у нее случается что-нибудь такое, что она решает, что сегодня она заниматься не будет, поэтому это уже ваши проблемы, что вы там хотите. Здесь приходится искать пути, как ее развеселить, как ей дать интерес, как с ней найти контакт, вообще язык. А вот для этого уже как бы нужно общаться постоянно с собакой, контактировать с ней, развивать ее, заниматься, гулять, ходить в разные места, знакомиться с другими собаками, знакомиться с другими людьми, постоянно задавать ей какие-то задачки. И плюс к этому всему вы должны понимать, что из себя ваша собака представляет, то есть ее характер, наблюдать за ней, пытаться понять ее личность, потому что собака – это личность, и ее нужно уважать. Еще такой момент. Эйвен и Софи в блоге имеют контрастно разные характеры, то есть Софи такая оторва, болтушка, веселушка, и Эйвен, он такой, иногда что-нибудь закинет умное, иногда он просто, ну, вот таким словом можно выразить, тупит. Это не нарочно как бы вот прописанные образы, нет. На самом деле они такие в жизни. И у меня задача именно не показать их какими-то не такими, а показать их именно такими, какие они есть. Если Софи действительно такая вся подвижная, она веселая, она общительная... Софиш, ты куда? Иди сюда. Мы сегодня занимались, еще и снимали, поэтому мы немножко устали. Но я стараюсь относиться к собакам с уважением, то есть я не заставляю никого ничего делать, так, насильно, да, если собаке интересно, если она хочет делать, то она делает. И вот по поводу характеров. Эйвен, он действительно такой, он из тех, кто может просто вечером выйти на улицу, сесть и смотреть в темноту, и медитировать. Отсюда как бы все в видеоблоге эти его вставки, фразы. Вот это его личность, его натура. А Софи, она открытая все-таки, поэтому если она что-то сделала, она говорит, да, я сделала, вот, смотрите. Любознательная, упертая, веселая, живая такая. Ну и при этом еще такая кокетка. Но в целом она очень самостоятельная личность, такая независимая. Но именно только вот так, подробно изучая свою собаку, только так вы можете понять, кто она такая, что она себе представляет, и найти к ней подход. Например, есть собаки, которые не пищевики, то есть их сложно заставить что-то сделать за вкусняшку. Ну, просто вот такой характер. С Сейвеном гораздо сложнее, потому что он не пищевик. То есть еда его практически не интересует. Соответственно, надо понимать, что же ему нужно дать, чтобы он что-то сделал, что ему нужно предложить за это. Нужно договариваться постоянно. И я, например, поняла, что его погладить во время дрессировки или во время чего-то, это намного дороже, чем дать ему вкусняшку. Соответственно, вот так вот мы находим постепенно подходы, лавируем. Устала сегодня, устала уже собака моя. Есть такой стереотип, что Чихуахуа – это злые собаки, агрессивные. На самом деле, такие вот маленькие гавкающие монстры. Вообще, любую собаку делает хозяин. Я считаю, что все-таки люди должны, если они заводят собаку, они должны изучать повадки, они должны читать какую-то литературу, смотреть какие-то видео. Для этого, в принципе, мы и сделали этот видеоблог, чтобы более простую подачу. Мое личное убеждение, что любая собака, неважно, маленькая она или большая, это собака. И ее размер ничего не меняет. Понятно, есть какие-то нюансы в отношении с собакой, в дрессировке, в поведении. Но по характеру она все равно остается собакой. Здесь все то же самое. С маленькими собаками заниматься можно. Они совершенно сообразительные, они умные. Если вы находитесь с ней, контакт с собакой всегда пойдет навстречу. И, например, Софи, это живое доказательство того, что маленькая собака достаточно сообразительная, она может что-то делать, ее можно научить. Более того, она может вести свой видеоблог. Поэтому общение с собакой, контакт с собакой обязательно дадут вам положительные результаты. Читайте литературу, пытайтесь что-то узнавать про породу, спрашивайте других людей. Они не игрушки, они обычные собаки. Да, у них другой размер, маленький, но с ними точно так же можно найти этот общий язык и контакт. Поэтому любите своих собак, ухаживайте за ними, воспринимайте их личностями, уважайте их, занимайтесь с ними, и вы увидите, какой будет результат. Эйвен, слушай, ты что, все время спал, что ли? Думаешь, надо сказать, ну там, как обычно, подписывайтесь на мой канал, и будет вам счастье. Эйвен, ясно, понятно. В общем, дорогие друзья, любить своих собак, как себя. Сочи, ты что-то сказала, я не понял. Ну ничего, я не там, забудь уже. Забыть? Ну ладно. Надеюсь, ты сказала, будет вам счастье, как обычно. Ой, Эйвен. Субтитры сделал DimaTorzok